Наступление на Донецких фронтах, продолжающийся год, с все меньшим и меньшим успехом, надо прекращать. Зимняя кампания завершена. Что можно сказать по ее итогам? По итогам, к сожалению, необходимо сделать вывод о том, что она завершилась неудачно для вооруженных сил Российской Федерации. Есть еще сражение за Угледар, которое закончилось поражением, тактическим поражением наших подразделений с очень серьезными потерями. Причем Угледар штурмовали, в отличие от Абдеевки и Маринки, где воевали подразделения бывших корпусов народной милиции. Угледар штурмовали регулярные российские войска и добровольческие батальоны, сформированные под эгидой Министерства обороны в рамках БАРСа. Результат, скажем так, тактически плачевный. Нет, это, конечно, не разгромное поражение, но это поражение. Город взять не удалось, потери понесены большие. И это все. Лучик надежды это то, чем будет сейчас играть коллективный Запад. Он будет светить этим лучиком надежды и говорить, что смотрите, вот... Сдайте Херсон, потом до Крыма дойдет, ну и так далее, далее везде. Ситуация, да. Это тот самый синдром Белошевича, как я его называю. Сначала пообещали, сдай Крайну, Вуковарскую, все будет нормально. Надо просто понимать. Потом Клинскую Крайну сдай, потом Боснию сдай, потом Косово. Что если мы на это поведемся, то как бы дальше мы просто сломаем себя психологически. И дальше нас просто возьмут, и вот этого дна соглашательства его не будет. Поэтому решительность здесь должна быть максимальная. Да, мы еще не прошли точку невозврата. И весенне-летняя кампания, которая нам предстоит в этом году, подчеркиваю, предстоит всем нам, не только нашей армии, не только тем, кто сражается на фронте. А сколько от нее зависит наша судьба. Именно от нее. Если мы проиграем весенне-летнюю кампанию, или не сможем добиться результата, хотя бы, в этой весенней кампании, успешного для Российской Федерации, не то, что никаких договорников не будет. Я боюсь, что мы можем проиграть войну. В чем целесообразность строительства оборонительных сооружений на пляжах на юго-западе полуострова, от Евпатории до Черноморского побережья? До Черноморского. В чем целесообразность, стоит ли ждать нападения на Крым-Смоле? Если турки вступят в войну, да, целесообразно. Но они вступят в войну на этапе, когда мы будем терпеть окончательное бесповоротное поражение. И в этом случае будет поздно строить какие-либо сооружения, или некому, или нечем. Поэтому я считаю, что, если я с высокой степенью вероятности полагаю, что строительство этих сооружений это просто осваивание, распил государственных средств, выделенных на строительство укреплений. Точно такой же, какой осуществляется на большинстве других направлений. К сожалению, неудача зимней кампании, то, что украинская армия не потерпела стратегического поражения, фактически обрекает на Приднестровье на разгром и оккупацию, если противник предпримет на него наступление достаточными силами. Никаких шансов пробиться к Приднестровью по суше после оставления правобережного плацдарма и города Херсона сейчас у российских войск нет. К сожалению, повторно форсировать Днепр с налета без сопротивления больше у нас не получится. Высадка десанта под Одессой, второй возможный вариант взятия Одессы и... Напомню, Приднестровье практически целиком граничит только с Одесской областью, насколько я знаю. С другими областями оно не граничит по всей протяженности границы. Второй вариант взятия Одессы с моря, к сожалению, сейчас тоже из разряда ненаучной фантастики. Возможности высадки десанта упираются в то, что любой крупный военный корабль, включая транспортный, может быть уничтожен противокорабельными комплексами противника, установленными в районе Одессы, задолго до того, как он подойдет к Одесским пляжам и причалам, чтобы высадить десанта. Сил, достаточных для и у флота, и у армии, достаточных для уничтожения противокорабельной, противовоздушной обороны противника под Одессой, к сожалению, у нас сейчас тоже нет. Мы все наблюдаем за тем, как Российская армия не сумела взять реванш в течение всей зимы с декабря по март 2022-2023 год.